Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова с удовольствием приветствую вас в гостеприимных стенах конного клуба «Продар». Не секрет, что успех бизнеса зависит от двух факторов – деньги и люди. О людях бизнеса мы поговорим с директором академических программ бизнес-школы Сколково, приглашенным профессором, знаменитым экспертом в области управления персоналом, женщиной, сделавшей карьеру от референта до старшего вице-президента и члена правления одной из крупнейших российских компаний. А тема нашей беседы – не бойся быть счастливым, за это не увольняют. Сегодня в программе «Так исторически сложилось» совершенно удивительный гость, или точнее гости, которая, ко всему прочему, стояла у истоков клуба «Продар». Более того, именно на ее хрупкие, но сильные плечи легли самые сложные вопросы организации первого Кубка Президента России по выистке – турнира, на который единственный раз в истории нашей страны приехал весь цвет мировой выистки. Все это произошло благодаря ее огромному управленческому таланту и, конечно, генам. Ведь Елена Витчак – дочь легендарного ночкона Кировского конного завода, Леонида Георгиевича Витчака, лошади которого прославили нашу страну на международной спортивной арене. Привет, дорогая Елена Леонидовна! Приветствую тебя, Витя Стаславовна! Ты ни от кого не скрываешь, что начинала свой карьерный путь с простого офис-менеджера. А сегодня консультируешь крупнейшие компании в вопросах найма и карьерных стратегий. Но это ведь колоссальный опыт и огромный труд. Я думаю, что каждый, кто впервые после учебы попадает на работу, мечтает именно о таком карьерном росте. Но все же ты, как никто другой, видишь, какие ошибки могут обрушить карьеру. И как важен человеческий фактор в каждом конкретном случае, как меняется рынок HR в целом. Ведь многие профессии просто исчезают или автоматизируются. Так что же все-таки ждет нас впереди? Кто более оптимален в качестве работника – машины или люди? За кем будущее? Я думаю, будущее все-таки за человеческим фактором. Его никто никогда не отменит. Когда нас пугают страшилками о том, что искусственный интеллект победит. Первое – это будет не сильно скоро. Второе – я предлагаю жить в гипотезе, что это будет только на тех участках, где человеческий фактор действительно незаменим. И когда Тейлор говорил о том, что вся карьера людей – это стать у станка, взять гаечку и подкрутить винтик, то вот на этом участке, да, пожалуйста, пускай нас заменяют роботы. Я не вижу в этом никаких проблем. Но совершенно точно, что нам не грозит никакое интеллектуальное и рабочее вымирание. И более того, нас пугают еще и, знаете, чем недостатком информации. Потому что когда говорят о том, что 60 профессий вымрет и все этого боятся, никто не говорит вторую часть о том, что 180 новых появится. Поэтому я за то, чтобы информация давалась полноценно, а не кусочками. Тогда жизнь будет точно гораздо веселее. Правда ли, что минимизировав пресловутый человеческий фактор, «Бизнес избавится от львиной доли проблем?» Я уверена, что бизнес никогда не избавится от львиной доли проблем, потому что занятие бизнесом – это, в принципе, одна большая проблема. И это нормально. Я бы отметила, знаешь что, я бы сказала, что есть внешний контекст, в котором бизнес сейчас работает. И он, конечно, очень сложный. Потому что то, что называется, я очень люблю это выражение, истерика нового тысячелетия – это нормальная тема. И тот шум, и тот конфликт ценностей, который мы сейчас наблюдаем, он, конечно, влияет на все и на все пласты нашей жизни. Уровень тревожности очень зашкаливает. И вот тот мир, который сейчас вокруг нас, мне кажется, он очень сильно нас всех беспокоит по понятным причинам. Наш мозг включает систему быстрого реагирования, систему быстрого оповещения о том, что кругом опасность. Мне кажется, ее нет в том масштабе, какими нас пугают. Ну, хотелось бы в это верить. Ну, хотелось бы. Я в это верю точно совершенно. В одной из своих презентаций ты говоришь, я всю жизнь учусь, пробую и ошибаюсь, и всегда нахожу в себе силы отменить все решения, которые я приняла, если они были неэффективными. Я хочу сказать следующее. Мне кажется, что право человека на ошибку – это вообще самое большое счастье в нашей жизни. И самое главное – уметь это признать первое, иметь возможность ошибаться, ну и в конце концов весь наш путь – это путь ошибок. Не мне тебе рассказывать, что та же пресловутая Виагра была придумана как побочный эффект, изобретена как побочный эффект с глазных капель, например. Да, ошибались тысячу раз, на тысячу первую получилось все как положено. Что касается отмены решений, я думаю, это очень важная управленческая черта. И умение отменить то, что ты сделал, и то, что неэффективно, это требует большого внутреннего мужества. Надо договориться с собой, надо признать эту ошибку, либо надо признать, что это новый этап, закончился один вперед, начинается что-то другое. Когда-то я сделала огромный проект «Кадровый резерв», и ничего не смогла пообещать, и дать людям, которым я пообещала, что у них будет продвижение, что у них будут изменения по карьере. Ну вот ошиблась, ошиблась драматически, это была только моя вина. Не договорилась с руководителями, кому мы это будем предлагать, и люди оказались, в общем, разочарованы. Это может быть ошибка в системах мотивации. Она может быть комфортна всем, но она может не работать в бизнесе. И очень многие-многие другие ошибки. Это может быть какое-то резкое слово, это может быть просто обидеть кого-то. Сейчас же все ранимые, такие тревожные. Поэтому это важно. В общем, уметь признавать ошибки важно. Главное, знаешь, не дойти до ситуации, которую сейчас, на мой взгляд, переживают очень многие университеты, в том числе Запада. В одном из крупнейших университетов существует такая тема, что если студент считает себя огорченным, растревоженным или обиженным после лекции, он, в принципе, имеет право пойти в деканат и пожаловаться на преподавателя. Какая милая практика. Это такая милая практика, да. Она сейчас топ-10 вузов уже европейских. Ну, толерантность, она, в общем, должна иметь границы какие-то, на мой взгляд. Но вот есть такое дело. Поэтому сейчас все ранимые, но ошибки признавать надо. И, в общем-то, останавливаться вовремя – это большое искусство. Поскольку наша программа, в числе прочего, посвящена традициям, я бы хотела у тебя спросить об одном избитом клише. Многие иностранцы отмечают, что россияне редко улыбаются. На вопрос «Как дела?» мы начинаем делиться своими проблемами, не умеем принимать комплименты. Что это за боязнь быть счастливым такая? Не является ли она частью национального менталитета? И как нам с этим бороться? Когда я смотрела исследование, почему русские улыбаются мало, оказалось, что этому есть целый ряд таких вот фактов, почти научных. Что первая тема – мы улыбаемся только знакомым людям. Это как бы наша данность. Мы так воспитаны. Для нас улыбка незнакомому человеку – это какой-то выход из зоны комфорта. Это просто данность. Второй момент, который мне понравился, что мы улыбаемся в принципе по-другому, чем иностранцы. И то, что для нас полуулыбка чуть-чуть губами – это уже улыбка и открытие створок души. Для иностранцев это дежурная улыбка на все 32 зуба. И это просто другая историческая данность. Она присутствует. Я не буду сейчас обсуждать контексты о том, что там есть влияние в том числе и религиозных установок, о том, что людям не подобает выражать очень открытое свои чувства. Но это как бы отдельный тоже пласт нашей истории. Но вот важно, наверное, что я бы хотела сказать про улыбки, что для нас улыбка – это история такая. Мы улыбаемся только тогда, когда это действительно свой человек, когда это какое-то душевное состояние, когда нам искренне приятно. И в этом смысле, может быть, наша неулыбчивость, она ничем не хуже, чем, в общем, дежурные улыбки европейских или американских коллег, которые улыбаются по поводу и без повода. Поэтому я бы сказала так. Мы улыбаемся по поводам, но поводов у нас не так много, как у иностранцев. Ну, не хорошо, не плохо просто данность. Так действительно сложилось. Огромное количество твоих клиентов – руководители бизнеса. Как вести себя, чтобы обеспечить эффективность работы возглавляемого коллектива? Какова роль первого лица? Властный диктатор, играющий тренер, старший брат? Что подчиненные должны видеть в своих руководителях? Мой опыт говорит следующее, что подчиненные в своем руководителе должны видеть… Есть хороший термин. Это термин, который называется «надежная база». Все, как обычно, из военных терминологий, да, но вот эта история security-based, когда ты для кого-то надежная база. И для тебя кто-то надежная база – это, по сути, человек, место, цель, компания, которому ты доверяешь. И я думаю, что в руководители сейчас все хотят видеть вот ровно такую надежную базу. Что позволяет надежная база? Она позволяет человеку договориться с собой, договориться с собственным мозгом, вывести его из зоны вот этого животного страха, что бей-беги опасность. И таким образом, имея надежную базу в лице руководителя, ты можешь придумывать, воображать, креативить, создавать новые продукты, ну, менять мир, вот как бы, да, менять мир в соответствии с должностной инструкцией. Поэтому мне кажется, что ничего сейчас круче, чем репутация руководителя, не существует. Это самая сложная роль, на мой взгляд. И каждый руководитель выбирает в соответствии со своими установками, каким ему быть. Для кого-то хорошо быть тираном, да, и это корпоративная культура силы, и это тоже нормально. Сотни компаний живут в корпоративной культуре силы. Для кого-то отец родной, и это тоже нормально. И тогда ты гладишь по головке, журишь, и общаешься со своими подчиненными, как с детками, да. Для кого-то демократический стиль. И ты делегируешь, отдаешь, не забывая контролировать, потому что я знаю ряд руководителей, которые отдают, а потом считают, что там дальше все само собой сорганизуется. Это тоже не происходит, да. Поэтому каждый выбирает по себе. Руководитель — это надежная база, и руководитель — это человек. Вот в коучинге это очень хорошо видно, да, в коучинге в системе управления, как работа с вопросами. Руководитель — это человек, который может поменять очень тактично, и тонко, и профессионально твою систему координат. И вот это очень важно. Как только твоя система координат становится в параллель, там, соединяется с системой координат компании, вот тогда, мне кажется, все подвиги компании и происходят. В психологии существует такое понятие, как токсичная среда, которая словно говорит, ты никто, твои чувства не важны, мне неинтересно, что ты чувствуешь, просто сделай то, что тебе поручили. Попадая в токсичную среду, сильный человек закаляет характер, а вот те, кто послабее, пропускают внутрь часть этого яда. Вот как этого избежать? Спасибо тебе за вопрос, потому что слово «токсичный» — одно из любимых моих слов, то есть оно нелюбимое по сути, но оно очень сразу и четко объясняет людям, как бы что не так. Но сейчас просто токсичного очень много, да. Это и инфопотоки, это и вот глянец по поводу того, что и стандарты, навязанные нам о том, что если ты не номер один, то ты лузер. Это очень важная история, да. Ты приходишь в бизнес-магазин, и ты видишь книги, стань лидером, стань номер один. Если ты не Али Баба, или если ты не Амазон, то ты никто. Если там ты не первое лицо, то ты никто. Если ты не президент, то ты никто. И вот эта история, она создает гораздо больше токсичности, чем то, что заложено в нашей природе. Реально постоянная погоня за соответствием, каким-то стандартам. Причем стандарты эти, это знаешь как, вот я очень люблю выражение о том, что лидер, ведь он может, он всегда харизматичен, согласись, да, любой яркий харизматичный человек, в большинстве случаев он харизматичен. И он всегда ведет кого-то за собой. И люди, которые ему доверяют, они идут за ним. Тут большой вопрос в том, к той листине приставлена эта лестница, понимаешь, куда ты карабкаешься. Ведь очень часто мы идем к какой-то цели, добиваемся ее, превозмогая себя, а потом достигнув, мы думаем, а стоила ли эта цель... А потом оказывается, да. Но тем не менее, не идти мы не можем, не идти мы не можем, да, мы все равно в движении. Как только мы останавливаемся, да, нам нужны точные остановки для такого переосмысливания того, куда мы идем, но вот этот вот элемент токсичности всегда должен быть понижен. Потому что как только градус токсичности повышается, все перестает расти вокруг. То есть это среда, которая очень вредит бизнесу и вообще человеческим отношениям. Это несправедливые решения, это несправедливые назначения, это несправедливое распределение денег и доходов, это неуважение к человеку. Вся проблема, как избежать? Да избежать просто. Надо не общаться с токсичными людьми и набраться мужества не общаться с токсичными людьми. И второе, не принимать токсичных решений, потому что у человека по сути, по своей природе заложена одна вещь. Мы очень любим внутреннюю справедливость, внутреннее чувство справедливости для нас дико важно. И мы очень быстро, у нас есть внутренний камертон, вот справедливо то или иное решение или несправедливо. Поэтому очень зависит от руководителя те решения, которые он принимает, раз. То, что он делает со своими людьми, два. А вот человек, который попадает и создает вокруг себя токсичную среду, ну, здесь можно смотреть по-разному. Я всегда жестко истребляла тех, кто несут токсичные носители. Но если ты попадаешь в эту среду, ты должен сохранить свою психологическую устойчивость. Ты должен, мне кажется, не потеряться и не потерять себя в этой истории. Если ты верен себе и понимаешь, что это плохо, сделай шаг назад и выйди из этого. А уточни этот момент. Просто взять и уйти из компании? Ну, смотри, я живу по правилу трех. То есть я для себя, когда ты даешь человеку, например, там, исправить ситуацию или посмотреть на нее по-другому и так далее, да, ну, я даю сюда три попытки. Один раз попробовать. Ну, две. Видишь, ты гораздо более, значит, еще более жестче, чем я. Три попытки мы ведь даем не кому-то, а себе, да, понять, подходит нам это, нравится нам это, да, можем мы в этой ситуации находиться. Поэтому, ну, уточнение здесь может быть следующее. Если это говорит о компании, и ты немыслимо не можешь работать в этой среде, и тебя это корежит, профессионально деформирует и ломает, да, я верю в то, что надо выйти. Да, я верю в это. Несмотря на условия, должности. Послушай, давай так. Условия, должности, деньги, это сейчас вообще, может быть, не все это еще понимают, но это становится второстепенным. Потому что, когда говорят, что вторая нефть, это кто? Это люди, понимаешь, деньгами становятся смыслы, а не деньги в чистом виде. Потому что те люди, которых мы хотим, чтобы они к нам пришли на работу, они не работают за деньги. Вот в чем интрига. Они работают за смыслы, за ценности, за доверие, за среду. И, ну, если ты платишь, ну, там, токсичные радиационные отходы, ну, у тебя будут работать люди, которые согласны в этих токсичных отходах работать. А зачем они тебе, если ты нормален? Поэтому я здесь вообще никакой драмы не вижу. Понимаешь, каждый выбирает по себе, как есть хорошее стихотворение, каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу, да, дьяволу, служителю, пророку. Тоже самая история. Хочешь, идешь там в какую-нибудь помоечную компанию, в которой тебе платят большие деньги, и профессионально деформируешься. Не хочешь, здесь попробовал исправить, здесь попробовал наладить, здесь попробовал изменить, не получилось раз, не получилось два, ну, сори, значит, нужно менять. Поэтому я верю в то, что мы такие, как бы мы делаем то, что мы делаем. И мир от этого становится либо лучше, либо хуже. Ну, как бы давай верить в то, что нам нужны люди, которые делают этот несчастный больной мир хоть чуть-чуть получше. Люди нередко рассматривают работу как источник счастья. Вот как тебе кажется, что важнее, выбор профессии, которая нравится, или получение должности, обеспечивающей карьерный рост? Ты знаешь, сейчас настолько все быстро меняется, может быть, это еще не так очевидно людям, которые вот приходят на работу, боятся уйти с работы, да. Знаешь, сейчас есть новый такой термин, он про то, я не помню его название, но он про то, что люди жертвуют эмоциями, здоровьем и временем, и остаются на работе 24 часа на 7. Для чего? Никогда в жизни не угадаешь. Для того, чтобы просто показать, что они заслуживают этой работы. Мне кажется, мы немножко запутались и перепутались. Весь мир идет к тому, что не важно, кто ты по должности. По новым исследованиям человек будет менять свою работу до 50 раз за жизнь. До 50. И это наше поколение Z, которое входит на рынок труда, оно будет вот так постоянно менять свою рабочую траекторию. Уже не так важно, кто ты. Принципиально важно, какой ты. И дальше включаются эти самые прилагательные, которые я очень люблю. Миром правят прилагательные, понимаешь, в чем дело? Ты перспективный, ты веселый, ты интересный, ты умный, ты интеллектуальный, ты креативный, ты нескучный, ты не тухлый. И ты умеешь решать конфликты, например, да, и ты умеешь разговаривать с людьми. И ты можешь посмотреть в глаза другого человека и увидеть там другого человека. И тогда все нормально. Поэтому я не вижу сейчас больших проблем с той точки зрения, что должность, профессия, статус. Это важно. Но в любой момент этот мир может поменяться. Я вот часто сейчас говорю о том, что такое точка сингулярности. Это точка, за которой весь наш наработанный опыт, карьеры, должности, достижения, машины, водители, пакеты может не иметь никакого значения. И то, что нас тащило 20 лет и привело к таким прекрасным результатам, через 5 лет может оказаться никому не нужным. Ну и какая разница, какую ты должность будешь занимать, если ты ничего из себя не представляешь. Поэтому я бы вот сейчас в рабочем рынке жила бы история, какой ты. И в этом смысле я тебе хочу сказать, что миллион кандидатов, которые ноют, и находясь в образе жертвы, говорят о том, что рынок плохой, работодатели мерзавцы, компании нехорошие, даже уголовное преследование, да, сейчас водят компаниям за увольнение людей пенсионного возраста. Но у меня вопрос другой. Но ведь люди всех возрастов должны понимать, что трудовые отношения – это когда ты меняешь свои знания, навыки, компетенции, на минуточку, на деньги. Ну так вторая часть ожидаема, а первая часть-то она уже тоже должна что-то из себя представлять. Поэтому пустота на деньги не меняется. И, на мой взгляд, очень важно даже не та должность, которую ты занимаешь, а та профессия, стала ли она тем, о чем ты мечтал в детстве. Потому что мы же видим очень много несчастных людей, которые мечтали об одном, а по финалу за большие деньги работают совсем на других позициях, и они сугубо несчастны. И страдают. И вот эта тема страданий на работе – это как страдания прям вертора, только всех возрастов, да, это постоянная, бесконечная история страданий. Я верю в то, что человек должен делать то, что ему нравится. Наша жизнь, она, с одной стороны, настолько длинная, что вроде как вот у нас была дискуссия недавно, мы запустили в Сколково карьерный навигатор. Пришло 60 человек детей с родителями, которые задают вопросы, очень имеющие отношения к будущему детей. Их проблема с родителями сейчас в том, что они не могут помочь своим детям. Лен, а почему родители не могут посоветовать своим детям? Ну, потому что родители живут в той модели, вот своей, да, целостной, которая сейчас уже не валидна. Мы все привыкли к истории, что надо получить высшее образование, что высшее образование должно быть вот именно такое, какое оно должно быть, да. Мы меряем парадигмы гуманитарий или все остальное. Ну, если ты не математик, там, и не физик, и не химик, то гуманитарий и все остальное. К сожалению, у многих, что это все остальное вот сейчас? То есть гуманитарий нам более-менее понятно, ну, там, историк, философ, филолог, там, я не знаю, журналист, что все остальное никто не знает. А между тем, специальности, там, я не знаю, робототехники, там, я не знаю, молекулярных диетологов, да, архитекторов, там, я не знаю, туристических путешествий. Вот если вы возьмете, например, ОСИ, агентство стратегических инициатив, и сколько выпустили прекрасный навигатор, там, топ-100 новых совершенно профессий. Если вы его откроете и посмотрите, там будут профессии, которые вас совершенно изумят. И вы даже, вот, как родитель, ты посмотришь и подумаешь, мама, есть такие профессии, да. Поэтому, смотри, то, что нас с тобой тянуло, да, там, по образовательной истории, не факт. Сейчас берут людей без высших образований, и топ-20 мировых компаний стали брать людей, в принципе, хорошо, если с бакалавриатом. Вообще закрыли на это глаза. Причем это касается технических специальностей, креативных специальностей, и айтишников, и не айтишников, разных, да. И вот эта история, она про то, что не обязательно будет высшее образование. Нет связки, не получишь диплом, пойдешь работать дворником. Как я смеюсь, дворником уже никто не устроится, эти вакансии заняты, забудьте про них. Вакансий дворников больше в нашей стране нет, они не для нас, да. Поэтому высшее образование, неданность. Постоянное обучение в течение жизни, это уже как раз данность, это есть даже концепция, ЛЛА, это обучение в течение всей жизни. На это накладывается драма, знаешь, какая, поколение Z по науке имеет одну очень такую грустную черту. Она называется learning disability, неспособность к обучению. И, между прочим, по статистике всего 5-10% первокурсников понимают, что в их обучении есть какой-то смысл. Они, находясь на первом курсе того вуза, который выбрали сами, либо выбрали и навязали их родители, они вообще не видят смысла в этом обучении. И плюс, они очень плохо усваивают большие объемы информации, внимание держится 8 секунд, внимание 8 секунд. А у ребенка с 7 лет год стажа в социальных сетях. Тренд времени, к сожалению. Ну, это данность, понимаешь? И это данность, как бы говорить о том, что этого нет, ну, это закрыть глаза, да, в шорох, как лошади, в шорох, да, находиться и вот катать вот эту колью. Это данность. Поэтому родители, просто не понимая той среды, которая есть, пытаются свой прошлый опыт имплементировать на детей. Ну, его можно нахлобучить, как, знаешь, клетку, но это и работать не будет. И ребенок все равно рано или поздно из этой клетки вырвется. Вопрос в том, что я бы советовала родителям, ну, как можно раньше начать поиск для детей вот этой свободы и не мешать им мечтать. И тогда, мне кажется, все получится. Еще я тебе хотела сказать в теме родителей и детей очень важная история следующая. Есть очень много таких табуированных тем, и вообще родители не разговаривают с детьми. Вот это драма, понимаешь? Это вот за редким исключением родители не разговаривают с детьми на те темы, которые им полезны и валидны. А то, о чем они с ними разговаривают, ну, воспринимается как диктат, там, некий контроль, там, унижение, оскорбление, там, и так далее, и так далее. Поэтому помочь могут помощью, любовью, показом горизонтов, да, поиском совместных тропочек каких-то новых, но точно не должны мешать и не должны навязывать. Мне кажется, вот это сейчас очень важно. Причем любовью безусловно, а не потому, что ты закончил университет или потому, что ты стал успешным в моем понимании. Абсолютно точно. Я могу тебе один пример привести. Мы вот недавно делали панель, в конце дня все устали, в Сколково сидели детки и родители, детки 14-17 лет, и один мальчик без 10-6, когда мы уже заканчивали, а сидело в панели 4 человека разного возраста, как бы такие от 22 до предпринимателя, до 55. Я вела просто эту панель, и вдруг парень встает и говорит, у меня вопрос. Мы уже думали, что все уже там уснули, а у него был вопрос. Он говорит, когда вам вообще все плохо, и когда вы терпите, и когда у вас ничего не получается, как вы себе помогаете? То есть, ну, вот 17-летний ребенок задает такой вопрос. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, понимаешь? И 4 взрослых разных человека отвечали очень по-разному, но я бы так суммировала, что действительно, во-первых, мы не терпим, если мы занимаемся интересным делом, правда же? Нам по кайфу. 15 лет назад мы с тобой были в этом клубе, я счастлива, что ты меня позвала, потому что это все равно второй дом. Ну, про дар это объективно, мы второй дом, понимаешь? Я отслеживаю, я смотрю, я не могу это забыть. Ну да, мне повезло в этом плане. Ну, как бы это, да, и ты стабильно здесь, там, я стабильно поменяла, там, ну, условно, 3 места работы, сделала карьеру в каждом. При этом вот эти внутренние, внутреннее умение посмотреть, не бояться ошибки, поговорить, улыбнуться, да, там, оно же ни у кого из нас не потерялось, оно никуда не делось. Так вот, возвращаясь к теме, как мы терпим, что нам помогает, ну, помогает, конечно, та самая надежная база, люди, с которыми можно поговорить. Помогает понимание, что самое темное время всегда перед рассветом, да, и чем тебе сложнее, то есть наступает какой-то момент, в который ты готов отступиться. Знаешь, Майк Тайсон хорошо сказал, он сказал, что все мы имели план до того момента, пока не получили удар в челюсть. Дальше ты падаешь, как бы, да, и дальше твое право встать, идти или лежать там на обочине. Ну да, мне в этом плане тоже нравится одна цитата. Самое худшее, что ты можешь сделать, это перестать пытаться. Перестать пытаться. Ты только встаешь, идешь. Лен, вот такой уточняющий вопрос. Вот поколение Z, вот ты говоришь, что они уже развиваются по другой модели, они уже не так привязаны к каким-то материальным благам, они не держатся условно за машины, квартиры, предпочитая свободу для того, чтобы лететь по жизни и менять те самые, возможно, 50 мест работы. Ну а как же они будут добиваться каких-то результатов? Изменения будут происходить настолько быстро, и по прогнозам все будут уходить в модели небольших групп, виртуальных команд, да. Люди будут идти по своей траектории, но траектории будут, это как бы будет база, ну как я это понимаю, как мне нравится, да. Бакалавриат и систему там наукоемкого образования или фундаментальной медицины, конечно, никто не отменял, да. Но ровно столько же появятся профессии, которые будут позволять, вот короткий курс отучился, реализовал, реализовал, посмотрел, с клиентом поработал, нарастил. То есть это будет постоянная такая пирамидка компетенции, которая тебя будет, она тебя будет вести по твоей траектории. Но это все будет гораздо быстрее, гораздо, даже проще неправильное слово, это будет гораздо динамичнее, вот что я скажу. Ну и знаешь, о чем мечтают сейчас, весь бизнес вот такой продвинутый, он мечтает о том, чтобы работали модели, которые работают у врачей. Когда у тебя приезжает пациент в хорошую медицинскую клинику, например, он лежит при смерти, тебе нужно срочно спасти, что происходит? У тебя приходят люди из разных отделений, из разных, понимаешь, они собираются немедленно, и в течение там условно трех минут, не говоря ни слова друг друга, они начинают лечить этого пациента. Когда бизнес приводит в пример модели бирюзовых организаций, agile или скрам, речь идет о том же самом. Мы все хотим, чтобы эти профессионалы прям по свиску стали над пациентом и молча не тратя слов на токсичность, на каннибализм в организации, на пожирание друг друга, на выяснение отношений и на уточнение требований, что мы делаем, вот быстренько решали локальную проблему. То есть вот это новое поколение, оно очень гибко, очень быстро? Это гибкость, пластичность, скорость, вот эти вещи, да, и правильные коммуникации очень важны. Я тебе одну цифру скажу, она тебе понравится, я надеюсь. 87% вообще всего трудового ресурса, трудового, не того, который у станка, всего, который работает, 87% готовы в любой момент по статистике встать и выйти на новое место работы, если оно покажется более привлекательным. Но из них, если брать молодежь, из вот этого среза молодежи 90% не отправят свое резюме в компанию, если они не поймут, что компания из себя представляет. Сейчас внимание, не что компания продает, понимаешь? Вот открывают страничку продара и понимают, что продара из себя представляет. И если в три клика молодой человек или молодая девушка, которая тебе интересно, не поняла, что компания из себя представляет, ну, сори, ты осталась без этого кандидата, как бы, да. Поэтому для нас с тобой, как для работодателей, условно, либо там, ну, уже достаточно взрослых, там, опытных, наверное, управленцев, важная история, что мы несем, как бы, вот этим, вот этим людям, которые нам интересны. А для них очень важно, они очень быстро принимают решение, подходим мы им или нет. Возвращаемся к вопросу о том, что новые деньги – это смысл все-таки, да, поэтому, если они смысла не видят, то, в общем, они сил прилагать у тебя в компании точно не будут. Лен, сейчас многие руководители ищут своих членов команды, а вот сформулировать свои пожелания не могут. Вот что ты можешь посоветовать, как выбрать своего среди чужих? Ты знала, ты знала, что у меня спросить. Значит, лакмусовая бумажка «Свой и чужой» в России, к сожалению, вот на мой взгляд, к сожалению, дико популярна. Все хотят своих, все ищут похожих. Ну, как бы, наш мозг так устроен, что мы хотим найти свое зеркальное отражение. Нам кажется, что это наиболее эффективный путь, честно. Я верю в то, что отражения в зеркале недостаточно. Мне кажется, что чем более другой человек с точки зрения взгляда на мир, умения поспорить с тобой, в конце концов, храбрости поспорить с тобой, да, потому что тема… Очень важно. Есть две очень важные вещи в бизнесе, которые, вот я бы, конечно, пользуясь случаем, хотела отметить. Это уважение к тем, кто проиграл, потому что, да, это очень важно. Мы не всегда выигрываем. И вот эта тема, что похвалили молодец, а проиграл и как бы тишина, то вот это очень важная история, да. И вторая тема – это когда в компании есть культура конструктивного конфликта, когда тебе, как руководителю, не боятся сказать «нет». Мне кажется, хуже деструктора, чем вот это, что вы изволите, стремление угодить, это сужает твою воронку принятия управленческих решений. Поэтому я не люблю своих чужих. Надо искать людей, которые решают конкретные задачи, быстрые и качественные, потому что у нас есть один невосполняемый ресурс – это время. Время. Все. Как только у тебя куча своих, которые не могут тебе решить эту задачу, ну и как бы и чего с ними делать, да, вот они все смотрят на тебя преданными глазами и так далее. Поэтому сейчас основные тренды – это называется таланты по требованию. Вот когда ты находишь талант, который тебе четко решает поставленную задачу, в принципе, ты с ним можешь завтра расстаться. Это к вопросу о том, что вот, что молодые люди, как они будут менять свою карьеру. Да так и будут. Вышли на проект, сделали, решили сложную задачу, ушли. Для руководителя проблема сформулировать эту задачу. Вот в чем проблема. Да, и правильно использовать человека, не поручать человеку то, чего он априори не может сделать, взять из него лучшее. Знаешь, есть четыре фактора, я очень часто в лекциях использую, есть четыре фактора для ситуации изменений. Ну, первое, когда земля горит под ногами. Не у всех. Ну, например, финансово-кредитный сектор сейчас вот как раз в этой ситуации. Земля горит под ногами. Все слушают Германа Оскаровича и понимают, что все, завтра мира нет, да. Есть второй фактор – это когда есть воля первого лица. Абсолютно важно. То есть если ты четко артикулируешь, что ты хочешь, люди делают то, что ты говоришь. Если ты думаешь, что люди сами все поймут, никогда. Очень частая ошибка руководителя. Это вообще прям беда российского бизнеса. Наши менеджеры так торопятся, настолько все в визионерстве, что вот эта сосредоточенность на текущем моменте и умение объяснить человеку, а что надо делать-то и зачем? Главный смысловой вопрос здесь – зачем? Мы все хотим смысла, как бы, да. Поэтому земля горит под ногами воля первого лица. Значимые эмоциональные цели. Это очень важно. Ты будешь делать только то, что для тебя эмоционально значимо, что тебе логически понятно. То, что ты разделяешь, то ты пойдешь и свернешь горы, понимаешь? Да, и прибыль – это не мантра. Потому что все компании меняют мир и давят на софтовую часть, на эмоциональную часть. Это очень важная история. И все больше и больше – это тоже один из трендов. Ничего другого не будет, все будет уходить туда. И четвертый момент, к которому я хочу подойти – это способности игроков. Здесь вопрос, что у тебя должны быть люди, которые вот это все должны быть способны сделать быстро. Вот и вся история. Поэтому вот когда ты складываешь так картинку мира и свою пирамидку своих ценностей, и находишь людей, которые под твои ценности подтягиваются, это не свой-чужой, это совершенно другое. Ну вот это, наверное, я бы учитывала. Мне так больше нравится. Вдохновляюще прозвучало. Точно. Общаясь и работая бок о бок с людьми, мы заимствуем их ценности, их модели поведения и даже результаты этого поведения. А как ты думаешь, счастье заразно? Вита, счастье дико заразно. Это такая прям зараза заразована. Пусть она распространяется как угодно. Значит, я здесь вижу следующий момент, что люди перепутали, знаешь, причинно-следственные связи между успех и счастье. Вот нам совершенно кажется 90% населения, которое загнало себя, знаешь, такое приобретенное бессилие. Я несчастен, жизнь боль, жизнь отстой, у всех остальных все получается, а я вот такой вот весь. Но это, собственно, приобретенное бессилие, потому что ребенок не рождается таким. Ребенок рождается позитивным, радостным, счастливым, и как бы жизнь прекрасна. Поэтому счастье заразно, но в погоне за счастьем и успехом я бы очень рекомендовала жить по-другому. Счастье – это не цель. И счастье не приходит после успеха. Счастье начинается до успеха, понимаешь? И когда ты счастлив заведомо тому, что светит солнце, есть жизнь, есть интересное дело, есть интересные люди вокруг, и ты встал с утра, и тебе хорошо, да? То успех потом приходит. Вот как бы по статистике и по науке люди, которые чувствуют себя счастливыми, они на 38% продуктивнее на работе, да? Ну давай начнем с этого. Они лучше креативят, они лучше придумывают, потому что наш мозг работает только в эмоции счастья, на создание очень таких конструктивных и светлых вещей. То есть, по сути, работодатель должен в первую очередь брать на работу счастливого человека. Я тебе скажу, к сожалению, в рабочей среде нет места двум словам. Счастье и печаль, понимаешь? Вот счастье и печаль – это две вещи, которые нам кажется, что неуместно использовать в рабочей среде. Это называется по-другому, более красиво. Позитивное мышление и негативное мышление. Вот я за то, чтобы, когда мы говорим, там, курение – это вредно, да? Там капля никотина убивает лошадь, прости, что про лошадей, и что-то еще. Вот мне кажется, надо жить с тем, что счастье, его отсутствие ровно так же вредно, как никотин и так далее. Но счастье – это должна быть эмоция, и это должно быть удовольствие в жизни, и тогда у тебя все остальное сложится по-другому. В ежедневном? В ежеминутной истории. Да, поэтому никого… Даже есть, знаешь, я недавно прочитала там пять рекомендаций по поводу того, что добавьте вот это вот позитивного мышления в свою деятельность. Первое – это просто благодарите жизнь за все. Ну, как бы это такое счастье, что ты родился в числе этого муравейника семимиллиардного, и тебе, в принципе, вселенная дала шанс появиться и прожить эту жизнь. Это счастье, да? Второй момент очень важный, я его обожаю. Не копите обиды, потому что невеликое богатство. Умение прощать. Я говорю такие простые вещи, но люди почему-то живут другим, да? Это история, что ты постоянно хвалишь себя за хорошее, и говоришь, что я сейчас пойду там не провалить экзамены, а если я не сдам экзамены, то у меня там откроются, может быть, какие-то другие возможности. Мы недавно на полном серьезе обсуждали с подругой, что если девочку отчислят, может быть, это даже и хорошо. Поэтому, ну, как бы, послушай. Значит, обиды, благодарность, умение хвалить себя, видеть все в позитивном ключе. И мне кажется, это такая очень вот жизнь сложится в то, что ты просто будешь делать то, что тебе нравится, с огромным удовольствием. В этом и есть счастье. А успех придет. И иногда же успех приходит, а счастья нет. Ну, это 90%. Условно говоря, выиграл Олимпийские игры, ты успешен, безусловно. А в погоне за этой золотой медалью ты отказался от дружбы, от любви, потерял здоровье. Ты несчастлив. Ты же знаешь, что по статистике люди, которые выиграли лотерейные все вещи, на которых счастье свалилось вот так с ног на голову, они же все, 90% из них откатываются еще в более худшую ситуацию, в которой они были до выигрыша лотерейного билета. Мне кажется, жизнь — это такое классное приключение, да? Ты знаешь упражнение про то, что психологи очень рекомендуют? Если ты берешь свою жизнь трудовую, ну, например, ты хочешь, чтобы 70 лет ты активно там пробегала вместе с продаром, да? Как минимум. Значит, или без продара, или вместе с продаром. И ты берешь и считаешь количество недель в этих 70 днях. Я тебе обещаю, что это количество недель умещается на листе формата А4, который ты вместо сувениров и вместо магнитиков можешь повесить на холодильник. И вот это твоя жизнь, разлинованная по неделям, висящая на холодильнике на одном листочке. И если ты начнешь зачеркивать недели, которые ты уже прожил, я тебя смею уверить, что в этой жизни все начинает происходить по-другому, понимаешь? Поэтому вот эта ценность момента, ценность времени, вот это умение сосредоточиться на том, что сейчас... Вот смотри, мы с тобой сидим, продаре, и для меня это полнейшее счастье, потому что 15 лет назад я здесь была в одной роли, прошло 15 лет, я в другой роли. И так хорошо, и приятно. И если я понимаю, что эти 15 лет, да, наверное, мой папа меня видит, и он думает, Алёха, ты молодец, потому что я бы никогда в жизни не подумала, что мы с тобой будем сидеть, вот так разговаривать, да. Это не счастье, да это абсолютное счастье, это абсолютное счастье. Поэтому счастье — это эмоция, а мы запоминаем, к счастью, только то, что эмоционально окрашено. Поэтому я за то, чтобы наши эмоции были вот в этой плоскости. Так что наслаждаемся. Я хотела тебе привести один пример. Я недавно читала о том, что по исследованию, вот если брать счастье у человека за 100%, то 50% того, насколько человек чувствует себя счастливым, обусловлено генетикой. Ну и как бы нам с тобой, да, там я как дочка селекционера, а ты как человек из конного спорта. Это странно, но так. И ровно поэтому, оказывается, есть огромная масса людей, которым, даже когда у них всё хорошо, у них есть генетическая предрасположенность чувствовать себя несчастно-жертвенными, да? Абсолютно. Вот есть таких, мы таких много знаем. 10% — это обстоятельства. Ну, то есть хорошо ты себя чувствуешь, плохо разведён ты в любви, ты в адреналине, есть у тебя дети, нет? Всё ли хорошо, всё ли плохо, вот на таких качественных, прилагательных. И 40% — это то, что мы думаем и то, что мы делаем. Поэтому если как бы генетику мы с тобой не трогаем, то 50% счастья в нашей жизни — это ровно то, что мы делаем с тобой сами руками. Ну вот что делаем, то и получаем. Леночка, спасибо огромное. Ещё раз буду рада видеть тебя снова и снова в этих стенах. Сегодня мы, по сути, говорили о самой жизни, которой можно и должно управлять, о карьере, которая может быть дорогой к счастью, и о счастье как о категории бизнеса. Живите в гармонии с собой и миром. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»